Приветствую вас на уроке, в котором мы научимся сшивать подрезы швом петля в петлю от интернет-магазина Клубки в корзинке. Что нам для этого понадобится? Не обязательно, конечно, подрез для того, чтобы потренировать этот шов. Достаточно будет лишь того, что мы возьмем открытые петли на лицевой глади. Именно на лицевой глади я и покажу, как это сшивается. Если вы сшиваете изнаночную гладь, то вы делаете то же самое, только наоборот. Если, я говорю, вводим в петлю иглу сверху, но вам нужно сшить по изнаночной глади, то сшиваем просто, вводим иглу снизу и наоборот. Итак, для того, чтобы сшить подрез, начнем мы чуть-чуть дальше, чем нужно нам. Потому что у нас такой урок, в котором я объединила несколько тем, это петля в петлю и, конечно, сшивание подреза. Я провожу параллель между вот этой петелькой и вот этой петелькой, которая идет дальше, просто в ней уже провязана петля. Вот она. Я нахожу эту петельку здесь и нахожу эту петельку с этой стороны. То есть вот петля и параллельно ей идет петля, из которой уже вывязана другая петелька. Я ввожу в нее иглу сверху вниз, а в следующую петлю, в открытую петлю, снизу вверх. Перехожу ко второй части, ищу такую же петельку здесь, с этой стороны. И ввожу в нее точно так же сверху вниз, а в следующую петельку снизу вверх. То есть я почему говорю ни справа, ни слева, потому что петли могут лежать по-разному, в зависимости от того, каким петлями вы вязали. Поэтому для того, чтобы определить, как вводить, вы просто снимаете петлю, если вам это необходимо, располагаете ее ровно. И видите, где низ, где вверх, это очевидно. То есть вот она петля, и в нее я ввожу снизу. Я ее надеваю обратно, так как у нас в каждую петельку мы будем вводить иглу по два раза. Я возвращаюсь ко второй части, и ищу петлю, в которой у нас ниточка только что уже была один раз. Вот она, вот она нить, которую мы сшиваем, если мы ее потянем, мы ее видим. И я ввожу иглу в эту же петлю сверху вниз, а в следующую петлю снизу вверх. То есть если мы ее расположим вот так, мы с вами видим, да, и вводим в нее снизу вверх. Переходим ко второй части, ищем ту петельку, в которой у нас ниточка уже с вами была, вот она, ниточка, которую мы сшиваем. Ввожу в эту петлю сверху вниз, а в следующую петлю снизу вверх. И так продолжаем до конца. Чередуя стороны, да, вводим в ту петлю, где ниточка уже была сверху вниз, а в следующую снизу вверх. Переходим ко второй стороне, сверху вниз и снизу вверх. Переходим к следующей стороне, снизу вверх, точнее сверху вниз и снизу вверх. И вот такой незаметный шов у нас с вами получается, благодаря нашим с вами манипуляциям. Единственное, что тут, конечно, неплохо было бы контролировать натяжение нити, но это все в итоге потом можно вполне себе просто поправить после того, как уже выполнен шов. И здесь будет незаметно сшит подрез. Вот, собственно, так мы и дошиваем до конца, чередуя стороны. Если вы где-то запутались, потяните ниточку и вы сразу увидите, откуда у вас она выходит. Главное, не забывайте, что в каждой петле ниточка должна оказаться по два раза. Для того, чтобы не перепутать, я просто не снимаю петлю, в которой ниточка была только один раз со спицей, и она у меня всегда самая первая, и мне так проще ориентироваться. Вот, в общем, вот так у меня получилось, да, я дошила до конца. Теперь я завершаю точно так же, как и начинала. То есть я ищу вот эту ниточку, в которой у меня, петлю точнее, в которой у меня ниточка была только один раз, вот она, нитка, которую я сшивала, вожу в нее сверху вниз, и ищу, провожу параллельно между вот этой петлей и следующей петлей этого ряда, и ввожу в нее уже снизу вверх. Далее перехожу вот к этой стороне, нахожу петлю, в которой ниточка была один раз, и ищу параллельную ей петлю следующего столбца, и точно так же ввожу в нее снизу вверх. Все. Далее я вывожу эту иглу наизнанку. Стараюсь это делать максимально аккуратно. Если у вас остались укрупненные петли с этой стороны, то есть у нас остались, мы их видим, мы просто берем, подтягиваем вот так вот ниточку, и распределяем остаток по рядочку. И у нас получается обычная петля. Таким образом я подтягиваю везде вот эти вот моменты, которые у нас легли где-то неровно или неправильно, и они у нас красиво лягут в итоге. Вот так вот я сшиваю подрезы. Надеюсь, вам понравился этот урок, он был вам понятен, интересен и полезен. С вами была Юлия Лодырева, и интернет-магазин пряжи и товары для рукоделия Клубки в корзинке.